Музыка Скажите, насколько повысится тариф у ЖКХ с 1 июля? Музыка С 1 июля 2014 года в России произошло плановое изменение тарифов на коммунальные услуги. Эти изменения, конечно, коснулись и нашего города. Регулируемые тарифы – это коммунальные ресурсы, водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение, в том числе подача горячей воды. Все эти тарифы мы защищали в прошлом году и получили протокол РЭК о повышении тарифов по данному виду услуг. Вся информация по данным тарифам можно было бы посмотреть на официальном сайте Полевской коммунальной компании в разделе жильца. И также хотелось бы отметить, что мы в последней квитанции на обратной стороне всю эту информацию предоставили, чтобы люди могли зрительно посмотреть, проанализировать. На какие же услуги ЖКХ вырастут тарифы? По Свердловской области превышение тарифа произойдет в соответствии с распоряжением губернатора Свердловской области 30 апреля 2014 года. Предельный индекс его составит 8,9%. В нашем же городе, в северной его части, он не превысит 7%, уверяют коммунальщики. Тепловая энергия у нас повышение с 1 июля – это 8%. Теплоноситель, то есть горячее водоснабжение, то что идет у нас в кубатуре, идет повышение на 12,8%. Водоснабжение на 9,8% и водотведение 5,8%. Что же касается жилищных услуг, ситуация следующая. Постановлением главы повышение тарифа от 27 декабря 2013 года за номером 3071 рост тарифов на жилищные услуги составил на 5%. В среднегодовой – это 2,5%. В рамках программы «Активный житель» уже неоднократно упоминалось, что с 1 ноября в наших квитанциях за квартплату появится еще одна строка – капремонт. Эта плата составит 6 рублей 10 копеек за квадратный метр площади. Лариса Потапченко еще раз напоминает собственникам, что по статье капремонт на счетах домов остались неиспользованные денежные средства. До 1 августа жильцы должны собраться и решить, на какие нужды эти деньги распределить. Всех нас ожидает новшество в связи с началом работы регионального оператора. Это тариф по капитальному ремонту, который определен для Свердловской области 6 рублей 10 копеек. То есть с 1 ноября этого года региональный оператор будет ввести уже начисление. В соответствии, если собственники не проголосовали, не приняли решение, то это будет постановление главы города. Будет 6 рублей 10 копеек ввести начисление с 1 ноября. Не всем жителям нашего города интересно разделение – жилищные ли услуги, либо коммунальные. Их интересует конечный результат. Так вот, в Полевской коммунальной компании проанализировали и сделали выводы. Так, взять трехкомнатную квартиру, где проживают 4 человека, то рост тарифов составит порядка 7,4%. Если, к примеру, это двухкомнатная квартира с тремя проживающими, то порядка 7%. Если же квартира однокомнатная и проживает в ней один человек, то рост тарифа будет порядка 4%. И это если приборы учета не установлены. И по жилищным услугам также мне хотелось бы сказать несколько слов. В этом году мы утвердили программу на энергоизбережение, энергоэффективность. И те мероприятия, которые мы запланировали в этой программе, мы учли их в наших жилищных услугах. То есть это идет смена ламп накаливания на лампы энергоизбережения. Это, конечно, не по всему жилому фонду. Это идет плановые такие работы. Затем утепление черточных перекрытий. Это смена оконных блоков в подъездах в местах общего пользования на более новые современные с утеплением. Ну и, конечно же, это утепление швов, межпанельных швов. Неожиданно, но в некоторых квитанциях, которые за июль месяц придут абонентам, появится новая строка. У некоторых наших жителей города Полевского это задолженность Свердлов Энергосбыт. С марта 2011 года по 31 декабря 2011 года это те люди, вот за этот период, которые не оплатили долги Свердлов Энергосбыт. Почему? Прошло почти три года, и мы сейчас об этом только поднимаем вопрос. В это время у нас были судебные тяжбы со Свердлов Энергосбыт о том, что долги мы не принимали население, и мы не можем их оплатить. Тем не менее суд мы проиграли, и на сегодняшний день задолженность 1,3 млн. Это полторы тысячи абонентов. Если же кто-то уже оплатил часть задолженности за 2012 или 2013 года, следует подойти в Полевскую коммунальную компанию с ксерокопией квитанции и написать заявление. Субтитры подогнал «Симон»